Солнце разбужено Небеса моя витаманная Что же вы молчите опять высотою маня Небеса моя витаманная Нелегко пред вами стоять Так услышьте меня Нелегко пред вами стоять Так услышьте меня Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ Доброе утро, дорогие друзья! В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов Прекрасный день четверга сегодня И в гостях у нас в студии Руководители проектов Совета по туризму Норвегии при посольстве Норвегии Марина Зубкова Здравствуйте! Все, что связано с Норвегией, туризмом и так далее Все в этом части Поэтому делайте приемники погромче Задавать вопросы можно в группе Страна.ФМ Вконтакте, там социальная тема уже открыта И не только Мы сегодня поговорим, как отдыхается в Норвегии зимой Марина даст нам рекомендации и советы Абсолютно верно И что интересно, мы такую удочку закинем Не просто так у нас лежат подарки Сегодня кто-то их-то заберет Абсолютно точно Абсолютно точно Абсолютно точно Абсолютно точно Абсолютно точно Абсолютно точно Но и Норвегия это, конечно же, в первую очередь снег А снег это замечательные снежные виды спорта В том числе Сноуборды, лыжи, санки И перво-наперво мы Марину хотим спросить Сколько длится горнолыжный сезон в Норвегии И что такое снежная гарантия Да, между прочим Что это? В Норвегии есть снежная гарантия Но надо начать с того, что Действительно, самый длинный сезон горнолыжного катания в Европе Это в Норвегии Вообще она очень красивая Безумно Красивая страна Естественно, если даже мы не только говорим про фьорды летом Если мы говорим про фьорды зимой Они просто потрясающие Поэтому стоит ехать как летом, так и зимой Но уж мы начали говорить про лыжи и горнолыжный сезон Да, действительно, самый длинный в Европе Начинается с конца октября Длится по начало мая Где мы еще такое видели Нигде Абсолютно Только в Норвегии Дело в том, что Да, действительно, самые крупные норвежские курорты Они дают снежную гарантию То есть что это значит? Что снег не растает Турист приедет, снег не растает А если вдруг, не дай бог, такое произошло То турист возвращает те деньги, которые он вложил на свой отдых Ничего себе! Да, на раннее бронирование Русским это подходит Да, да, да Это для нас самое главное Поэтому Ну, такая ситуация, конечно, вряд ли произойдет Но в любом случае Ну, имеется в виду Да, да, да Вот только хотел сказать, чтобы успокоиться Собственно говоря, да Снежная гарантия, она есть И качественные ведь курорты Я слышала от спортсменов Ратраки Работают с утра до ночи Делают, подготавливают склоны Самые действительно качественные склоны в Норвегии Какие склоны прежде всего стоит порекомендовать Тем туристам, которые отправляются Именно за горнолыжным спортом в Норвегию Да Ну, смотрите, два самых крупных горнолыжных курорта Это трюсель и химседал Но тут надо смотреть Если вы реальный экстремал, который любит кататься по пухляку Тогда вам в химседал Если же вы наоборот Более спокойное, семейное катание предпочитаете То тогда вам в трюсель Давайте уточним Для тех людей, кто не катается Ни на лыжах, ни на сноуборде Что такое пухляк? Пухляк — это внетрассовое катание Когда вы вместо того, чтобы выбрать подготовленную трассу Которую... Как нормальные люди Проратрачу Собственно, после этого, да Вы выбираете ту трассу, которая между елочек Где-то там такая извилистая Непривычная для всех Марина, вы на лыжах катаетесь? Я каталась раньше на сноуборде А теперь я перешла на лыжах Просто пухляк, пухляк такого нет Выражение среди бордистов Есть целина Целина, да Пухляк... Я тоже раньше катался на сноуборде Ну, у нас на бордистов есть, мне кажется Пухляк Всегда называли целиной В общем, вы сейчас предпочитаете лыжи Наверное, потому что я перешла на лыжи Да У нас теперь, да Лыжник-сноуборде Своя история Точно, абсолютно верно Будет о чем поговорить, друзья Я напоминаю, что у нас не просто прекрасный разговор О Норвеге Сегодня можно будет заработать подарки и призы Мы расскажем чуть позже, как это сделать Главное уже взять в руки телефоны Сделать приемники погромче Телевизоры поярче А я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Руководители проектов Совета по туризму Норвегии При посольстве Норвегии Марина Зубко Продолжим после Димы Билана Давай с тобой Мы отдохнем С тобой вдвоем С тобой вдвоем Мы этот мир Перевернем С тобой вдвоем Скажи, зачем нужны нам эти люди Мы никому об этом не расскажем Давай с тобой Мы отдохнем С тобой вдвоем Держи, держи Руку мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Держи, держи Руку мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Давай с тобой Мы не уснем С тобой вдвоем С тобой вдвоем Мы эту ночь Перевернем С тобой вдвоем Скажи, зачем нужны нам эти люди Мы никому об этом не расскажем Давай с тобой Мы отдохнем С тобой вдвоем Держи, держи Руку мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Держи Руку мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Держи Руку ты мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Держи Руку ты мою Держи Что хочешь Скажи Получишь Держи Субтитры сделал DimaTorzok Держи, держи, руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь, держи. Доброе утро, дорогие друзья! Это утро на телерадиоканале Страна FM. Лиза Калинин, Никита Некрасов по-прежнему в студии. И у нас, хотя календарная зима еще не наступила в Москве, в России, но у нас в студии пришла такая снежная, замечательная зима и зимнее настроение. Потому что в гостях у нас Марина Зубко, руководитель проекта Совета по туризму Норвегии. При посольстве Норвегии общаемся мы о норвежском туризме. Да, особенно зимний период. Горнолыжные курорты, сноуборды, все туда. Абсолютно. Я думаю, что сейчас самое время, поскольку мы уже заманили, так скажем, наших зрителей и слушателей, что подарки будем раздавать. Нет, заманили их в Норвегию, но многие не подготовлены, поэтому мы сейчас подготовимся. А надо ехать, чтобы не замерзнуть. Вот, и я говорю. Вообще моя страсть к варюшкам велика, я так скажу. К варюшкам? Варюшкам. Как всем девушкам по имени Варюшкам? Варюшкам. У нас уже лежат такие перчатки-варюшки зимние. Зимние, красивые, вязаные на столе. Как ты элегантно избежала слова варюшки. И мы хотим разыграть. Марина, правда же? Да, абсолютно. Ну, отдадим, что делать. Для того, чтобы получить эти варюшки, мы вам задаем вопрос. Вопрос следующего характера. Какой особенный стиль лыжной езды был придуман в Норвегии? Вариантов ответов нет. Надо думать. Значит, надо думать, подумать и прислать правильный ответ на номер WhatsApp и Viber 8909-9281-89-9. И мы посоветовались с нашей гостьей, с Мариной, и решили, что девятый правильно ответивший... Девятый правильно ответивший получит варюшки, вот, собственно, прямо из рук руководителя правительства. Итак, повторяю, номер 909-928-1-89-9. Вот саппали Viber, пожалуйста. И вопрос, какой особенный стиль лыжной езды был придуман в Норвегии? Ждем правильный ответ. Да, и у нас, кстати, три пары вот этих замечательных, красивейших зимних варежек, а это значит, что их можно распределить на всю семью. Правильно? Да. И следующий вопрос, вот, как раз, почему в Норвегию стоит ехать всей семьей? Да, детям. Вот с этими замечательными варежками. Это вам нравится место, чтобы ехать, как говорится, с семьей, с детьми. Почему? Потому что, наверное, ну, я не знаю, не так много горнолыжных курортов, а в Норвегии их достаточно много, где подъемники ведут на самый верх, и с самого верха идут трассы разной сложности. То есть, грубо говоря, родители едут по красной и черной более сложно, а уже дети могут спускаться по голубой или зеленой, которые являются более простыми. Плюс, на самом деле, удивительно, у них есть ростовая кукла огромного снеговика. Снеговика зовут Валя. Валя? Нет, не Валя и не Валя. Его зовут Валя, и этот снеговик Валя встречает деток. Он одевает лыжи, вместе с детьми катается по детским склонам, он их учит кататься, там проводит какие-то разные централизованные шоу, представления. На самом деле, очень много развлечений. То есть, если вы едете с ребенком, ребенок будет занят у вас с утра до вечера, и никаких проблем с этим не будет. Плюс, ну, если совсем маленький ребенок, его можно оставить в детском садике, который также функционирует. Ничего себе. Да, между прочим. Класс. То есть, в принципе, родители могут быть спокойные. Абсолютно. Уезжают на склон и знают, что ребенок в безопасности. А ребенок у вас либо в детском садике, либо снеговиком катается, либо же находится... Не скучает, вообще. Не скучает, да. Либо же вот можно пойти в школу. Детки там с трех лет начинают обучаться кататься на горных лыжах. А кроме горных лыж, вот, допустим, если ребенок не стоит на горных лыжах, можно ли там подложить картонку под попу и на картонке... На плюшках, на плюшках, на санках. И тюбинги, и санки, это все есть. Конечно же, можно кататься. Но я вот сколько была в Норвегии, честно говоря, дети предпочитают лыжи. Правда. Даже самые маленькие карапузы... И успевают за сезон, да, поставить? Ну, как за отпуск. Нет, если на весь сезон ехать, то достаточно успеют. За отпуск, имеете в виду. А с октября-то по май. Конечно, потому что вот эти школы, где работают профессиональные инструкторы, они учат деток очень быстро. Очень. Даже в пледе. Ну, хорошо, мы вернемся к нашему разговору о Норвегии буквально через несколько минут. Вы оставайтесь с нами, пожалуйста, дорогие друзья, потому что впереди все самое интересное. Не забывайте присылать смс-ки с правильным ответом. Ждем. Варюшки ждут. Реклама ежедневно, по будням, в эфире телерадиоканала «Страна-ФМ». Только в программе «Территория машин» и больше нигде. Мы расскажем вам о канадце, который угонял собственный автомобиль. О жителе Гонконга, в квартире которого припаркован «Феррари». А также о новом иске против «Фольксваген». Это и многое другое. Каждый будний день. В 7.30, в 8.30, в 9.30, в 17.30 и в 19.30. «Страна-ФМ». Ваша территория машин. Мы умеем заводить. Программу представляет ОО «Субару Мотор». ДНК «Субару» состоит из выдающихся решений. Каждый день инженеры компании борются за сантиметры, метры, километры, годы надежной службы и жизни людей. Поэтому каждый «Субару» – всесторонне продуманный автомобиль, которым удобно пользоваться. «Субару» создан инженерами. Телерадиоканал «Страна-ФМ» и моторные масла «Ликви Моли» представляют фотоконкурс «Мисс Ликви Моли». Сделай красивое селфи и выложи на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Мисс Ликви Моли» и «Страна-ФМ». Первые красавицы страны! Мы ждем вас! Ваши фотографии примут участие в конкурсе «Мисс Ликви Моли». Подарков будет много, а главный приз – путешествие в Норвегию на горнолыжный курорт. Конкурс проходит при участии компании «Ликви Моли». «Ликви Моли» – это моторные масла, автохимия и автокосметика. «Ликви Моли» – для тех, кто выбирает лучшее. Мы любим песни нашей страны. Но много хорошей музыки есть и за рубежом. Телерадиоканал «Страна-ФМ» представляет программу «Зарубежка». Вас ждет музыкальное путешествие в прошлое, далекое и не очень. И, конечно, самые горячие иностранные хиты и новинки. Гид по зарубежке – Влад Кутузов. Первый тур во вторник в 10 вечера. И повторы в четверг в 23.00 и в субботу в 2 часа дня «Зарубежка». Нам есть что вспомнить. «Страна-ФМ». Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24. Телефон рекламной службы 8-495-276-24. Телефон рекламной службы 8-496-24. Я выбираю небо. Небо выбирает меня. Я выбираю неон и воздух. Зимний московский мор. Я выбираю время Время выбирает меня Я выбираю апрельский полдень Рваны рукав реки Я выбираю мысли Мысли выбирают меня Я выбираю все то, что выбрал Чего мне еще хотеть Я выбираю тебя Я выбираю тебя Мне глаза твои напротив Говорят, что ты не против Ты выбираешь меня Ты выбираешь меня Ты опять со мной играешь Выбираешь, выбираешь Я выбираю тебя Я выбираю тебя Мне глаза твои напротив Говорят, что ты не против Ты выбираешь меня Ты выбираешь меня Ты опять со мной играешь Выбираешь, выбираешь Я выбираю тебя Я выбираю тебя Я выбираю тебя Мне глаза твои напротив Говорят, что ты не против Ты выбираешь меня Ты выбираешь меня Ты опять со мной играешь Выбираешь, выбираешь Доброе утро! Мы продолжаем. Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии И в гостях у нас сегодня Марина Зубкорг Водитель проектов совета по туризму Норвегии При посольстве Норвегии Мы сегодня обсуждаем У нас тема такая Каково же зимой в Норвегии Какие там горнолыжные курорты Такой ликбез Наши гости нам проводят Марина, скажите, пожалуйста Ну, все равно ассоциация такая Что если ты едешь в те страны Далекие, красивые такие Из телевизора, из кино Очень ударит по кошельку Ну, дорого такое ощущение Это стереотип или можно бюджетно съездить? Ну, есть такой и стереотип И отчасти это правда Действительно, да, может стать накладным Данная поездка Ну, нет, в данном случае Курс не совсем влияет на Ценообразование, скажем так Но если мы будем вот так вот Общу думать То, в принципе, дорого будет везде Если делать все не вовремя То есть мы сейчас говорим о чем? Если мы бронируем тот же самый Зимний отдых заранее То получаем хорошие скидки А вот давайте тоже проведем ликбез Как я уже сказала Когда заранее считается? Вот когда уже можно начинать планировать? Ну, допустим, да Чем раньше, тем лучше Соответственно, чем раньше вы забронируете Тем больше скидку вы получите Тем более хорошие места вы забронируете Потому что норвежские горнолыжные курорты Выбор будет еще Да, абсолютно популярны среди всех Не только среди наших соотечественников Поэтому, чтобы получить гарантию И хорошего размещения И, соответственно, самые лучшие цены То лучше делать забронирование Заблаговременно Будем говорить так А вот если говорить о туризме Как-то self-made туризм Я вот, допустим, по себе знаю Что если я заранее планирую поездку Не обязательно в Норвегию В любую другую страну Если я заранее позабочусь обо всем Построю для себя нужный маршрут Забронирую нужные отели В нужных местах То это обойдется мне гораздо дешевле Чем если бы я брал какой-то тур куда-то Можно ли в Норвегии Вот тоже как-то рассчитать таким образом Чтобы был этот self-made туризм Или бывает наоборот Что туром дешевле Или да Можно ли варьировать как-то Тут надо отталкиваться от того Насколько вы хорошо подготовлены Насколько вы готовы тратить время На подготовку Ну вот, грубо говоря, вы тот турист Индивидуальный турист Который готов Заложить какое-то время Разбираться Какие-то маршруты Для себя составлять Есть, наоборот, те, кто Ой, лучше пусть за меня Кто-то это сделает Мне так будет комфортнее И главное, спокойнее Потому что не каждый может Да, себе, грубо говоря, самому доверить А что потом А так он, грубо говоря, свою ответственность Перекладывает, к примеру, на туроператора И надо сказать, что туроператоры Сейчас делают очень хорошие туры В Норвегию И они абсолютно доступны Не могу сказать, чтобы это было Там космически дорого И отпугивало туристов Нет Как дешевле до Норвегии добраться? Ну, смотря Опять же, исходя из того Какие вы для себя выбираете Кто-то хочет комфортно Быстро Самым, да, грубо говоря Быстрым способом Оказаться на горнолыжном курорте Тогда он летит на прямом рейсе Из Москвы в Осло Кто-то же, наоборот, хочет еще и захватить К примеру, несколько стран по дороге И он путешествует на машине Потом на пароме И вот, собственно, для себя Делает такую вот индивидуальную экскурсию Поэтому надо, опять же, отталкиваться Что для вас в данном случае лучше? Марина, вы как специалист по Норвегии Путешествовали обоими способами? Почти Почти? Да И как хорошо? На самолете быстро На машине интереснее? На самом деле, я, наверное, такой человек Который за комфорт И за скорость И скорость Поэтому я выбираю всегда Больше самолет Раз Скажем так, ты Два часа двадцать минут И ты уже в Осло Все На месте Можно сразу на курорт Друзья, если у вас есть вопросы Которые касаются отдыха в Норвегии Не стесняйтесь Заходите в группу Страна.фм Задавайте их в специальной теме Которая там уже закреплена В самом верху группы Вот Мы с удовольствием ответим Горнолыжный курорт Норвегии Мы сегодня обсуждаем Мы ждем ваших сообщений Утро страны На телерадиоканале Страна.фм Реклама And Styleman Журнал для мужчин У которых есть деньги И вкус к жизни Сделано в России 16 плюс Чем больше знаешь Тем интереснее жить А с хорошей музыкой Интереснее вдвойне Телерадиоканал Страна.фм Только в нашем эфире Ежедневно Звездные гости Новости Наука Исторические факты Кино Города России И мира Культура Автомобили Путешествия Полезные советы Книги Спорт Все краски жизни И лучшая музыка Телерадиоканал Страна.фм Один на всю страну Слушай Смотри Страна.фм Телефон рекламной службы 8495-276-1224 Я не люблю Задыхаться Тобой Я твоя Не потому что Хочу А потому что Так нужно Обоим Ходить ко мне Перестань Иди к врачу Спутники Тебя не показывают И на радарах Точки Стремятся К нулю Даже не думай Перебивать Пока Я говорю А ты Мой Хьюстон И у нас Проблемы Пусто Под звуки Сирены Поздно Кричать на пилота Но я успею Спастись Хьюстон Мне дают Посадку Просто Я нашла Раскатку Чувства Не долетят Обратно Но я успела Спастись Ты по обиде Я по встречной Лечу С тобой на связи Но так пусто Внутри На край галактики За руку Хочу Но мы опять Полюса Попутали Спутники Тебя не показывают И на радарах Точки Стремятся К нулю Даже Не думай Перебивать Пока Я говорю А ты Мой Хьюстон И у нас Проблемы Пусто Под звуки Сирены Поздно Кричать на пилота Но я успею Спастись Хьюстон Мне дают Посадку Просто Я нашла Раскатку Чувства Не долетят Допротно Но я успела Спастись Я завершу На пленку небеса Чтобы показывать Тебе их снова и снова Пульс Пульс В руках Я твоя От самого Старта И до последнего Слова Всегда Ты мой Хьюстон Ты у нас Проблемы Пусто Под звуки Сирены Поздно Кричать на пилота Но я успею Спастись Хьюстон Мне дают Посадку Просто Я нашла Раскатку Чувства Не долетят Допротно Но я успела Спастись Хьюстон Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Доброе утро Друзья В это утро У нас речь идет О зимнем Туризме И не о каком-то Вот каком-то Зимнем туризме Подмосковье А настоящем Так уж наших-то Ну ничего страшного Пусть все едут В Норвегию Друзья А для того, чтобы вы все Поехали в Норвегию У нас специальный гость Марина Зубко Руководитель проекта Совета по туризму Норвегии При посольстве Норвегии И речь идет Именно о норвежском Зимнем туризме У нас на столе В нашей студии Кто нас смотрит Видит Лежат три пары Варежек Шикарных Шерстяных Таких скандинавских Вот с этим узором Норвежским узором Как брендс Уже скажем Как называется? Мариус Вот Мариус И мы готовы отдать их Ваши нежные ручки Чтобы они не мерзли На морозе Может чьи-то грубые Рабочие ручки Я повторяю наш вопрос Какой особенный стиль Лыжной езды Был придуман в Норвегии И правильный ответ Нужно прислать По номеру 909-928-189-9 Девятый Сто процентов Получают варежки И мы тут посовещались Мы решили Что девятым Будет жирно Жирно Да Поэтому мы решили Еще двоим Отдать Кому определим Вот Три слушателя Тире зрителя Получит пару Пишите пожалуйста 8909-928-189-9 Да Мы продолжаем Да Ну давай Многие вот читают Что там в Норвегии Сейчас такой период Когда темно Холодно Погода Не очень Такая мрачная атмосфера Вот спасает Горнолыжный курорт Понятно Это весело Да Так ли это Какой сейчас в принципе Там сезон Какая атмосфера Какая природа Вы знаете Это самый распространенный миф По поводу того Что действительно В Норвегии темно А самое главное холодно Вот очень часто Затяжная ночь Очень часто Подходят с вопросом Говорят Нет ну в Норвегии Нет там очень холодно И вот как человек Который там Я уже говорила Прожил какое-то Определенное время Я могу сказать Это миф И в этот миф Верить совершенно не стоит Потому что Светло и тепло Даже Светло и тепло 365 дней в году Нет на самом деле Даже если мы посмотрим На север Норвегии Ведь север Норвегии Наверняка Сразу вызывает ассоциации Что вот уж где-где А там-то наверняка Очень холодно Ну да Но нет Но если мы так посмотрим Есть течение Гольфстрим Которая сыграла Очень добрую работу Для Норвегии И на севере Даже вдоль побережья Максимально минусовая Температура В среднем Составляет 5 градусов То есть Минус 5 Назвать это Холодным временем Это совершенно Неправильно Можем туда пригласить Не только горнолыжников Которые развлекутся Можем пригласить Перед крещением Вот люди Покупаться Потренироваться Там Поморжевать Чуть-чуть Ну почему бы и нет Моржовый туризм Темно Ну у нас в Москве Между прочим Темнее достаточно рано И в Санкт-Петербурге Но у Норвегии В данном случае Есть неотъемлемый плюс Потому что Именно там Можно увидеть Северное сияние Которое очень активно Как раз сейчас И вот мы в сентябре То есть сейчас уже Период начинается Когда мы можем наблюдать В сентябре Мы были в Норвегии И вот один из моих Журналистов Который с нами ездил Кричит Выходи Выходи Посмотри Что там происходит Вышла вся наша группа Мы посмотрели на небо Это было просто Фантастическое зрелище В сентябре Вместе А Марина развернулась Она говорит А я видела Ты что Северное сияние Слушайте Ну здорово То есть сейчас В принципе уже сезон И для Сияния И для горнолыжного курорта Естественно Никто не гарантирует Что вот приехали И вот именно в тот день Вашего приезда Вы увидели Включат Кто-то сверху Северное сияние Конечно такого не будет Это все равно Есть некоторый вопрос Везения Но с природой Понятное дело Шутки плохи Согласна Тут как повезет Но действительно В Норвегии Очень оно активное Поэтому Все шансы Так сейчас мы Слушаем Артура Пирожкова Либо любовь Либо секс Либо Норвегия Либо варюшки Которые попадут В ваши руки Вот В общем оставайтесь С нами друзья Впереди очень много Еще интересного На танцполе В центре круга Смотришь В глаза Целуешь В губы Либо любовь Либо секс Либо секс Хот tales Хочешь Хочешь Нежно Хочешь Нежно грубо Хочешь Уйдем Сейчас Из клуба Даю от твоей любви От твоей любви Убей меня и оживи Раны заживи Губы сладкие, как десерт О тебе мои песни все Прошу же, останься Останься Либо любовь, либо секс Губы сладкие, как десерт О тебе мои песни все Прошу же, останься Останься Либо любовь, либо секс Губы сладкие, как десерт О тебе мои песни все Прошу же, останься Останься Либо любовь, либо секс 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 Доброе утро, друзья! Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. В гостях у нас сегодня Марина Зубкор, руководитель проекта Совета по туризму Норвегии при посольстве Норвегии. Мы разбираем, так скажем, зимний туризм в Норвегии, как туда лучше добираться, ехать, какие-то такие фишечки, нам рассказывает Марина. Впереди Новый год и Рождество. Самая главная пора. Да, если люди не любят зимние виды спорта, как-то так относятся к ним спокойно. Они едут в Таиланд. Нет, но есть что им делать в Норвегии, что посмотреть, потому что Европа же в принципе очень красива в этот период. Абсолютно, но даже если мы говорим, грубо говоря, про предстоящее Рождество, у нас немножко разные получаются праздники, потому что у норвежцев в декабре, в конце декабря самая светлая, яркая пора, когда украшены красивые улицы, когда вовсю открыты рождественские базары, которые, кстати, наши теперь очень тоже любят и приезжают. Да, популярны, кстати. Это стало очень популярным. Как раз удобно. Можно приехать сначала, отметить Рождество в Норвегии, потом приехать домой, встретить Новый год и еще насладиться рождественскими праздниками у нас. Почему бы и нет? Но если вы уже говорите именно о каких-то других видах спорта, если вы вдруг, ну так получилось, ни на сноуборде, ни на лыжах не катаетесь, но вам очень хочется что-то интересное поделать, если вы экстремал, пожалуйста, можно заняться ледолазанием. То есть в Норвегии замерзают красивейшие водопады, и вы с гидом отправляетесь лазить по этим водопадам. Если же вас совершенно не интересует экстремальный вид спорта, одевайте снегоступы, также вас встретит гид, проведет по местности, в тиши, в красоте природной. Вы послушаете про местность, он вам что-нибудь расскажет. Ну, будет такое маленькое путешествие. Если вы с семьей, и вам не нужны снегоступы, вам все-таки больше какой-то вот хочется эксклюзива и спокойствия, пожалуйста, очень интересно, они предлагают такое развлечение. Вы можете отправиться в традиционный чум или такой лаву, где вас будет ждать традиционный ужин из мяса лосоя. Лоси, они готовят это блюдо, такая похлебка, но она очень вкусная. Вот, вас там встречают, вы туда едете на упряжке, с факелами, вечером, среди снега. Сказка такая прям. То есть такая сказочная история, получается. Дети и взрослые остаются под впечатлением. Такие скандинавские мифы именно. Да, да, да. А вот Марина, в общем, не зря оговорилась про лосось и лоси. Вот я хотел спросить, а как обстоят дела в Норвегии с рыбалкой? Вот приехал мужчина, который не катается ни на чем, привез с собой ящик ледоруб. Жену, которая катается, она пошла на свой шклон. Жену спустил с горы на санках и говорит, куда пойти, куда податься мне с моим ледорубом? На рыбалку, при том рыбалка круглогодичная. Ну, кто-то любит, допустим, подлёдную рыбалку, что тоже есть в Норвегии, естественно, и в изобилии. Кто-то же всё-таки любит трофейную. Вот действительно, касательно трофеев, отправляемся в Норвегию, потому что именно в Норвегии, особенно на севере, можно поймать трофейного палтуса, треску, прекрасные виды рыб. То есть, когда те, кто действительно заряжен рыбалкой, любят рыбалку, слышат те килограммы, которые можно выловить именно в Норвегии, это очень популярно. Это очень популярно. Даже среди наших туристов едут туда на рыбалку с большой охотой и радостью. Поэтому, конечно, как дополнительный вид спорта и бонус к Норвегии, как к туристическому направлению, рыбалку абсолютно точно можно назвать. Ну, значит, мы всем мужичкам, которые нас слушают, говорим, можно даже жену не спускать с горы в Норвегии, оставляйте жену в Москве или в Санкт-Петербурге и на рыбалку все в Норвегию. С друзьями. С друзьями с большой компанией. Да, с большими компаниями отправляются. Ну, мы скоро вернемся, друзья, и подведем итоги нашей викторины. Раздадим варежки. Раздадим. Реклама. Как создать автомобиль, способный восхищать? Нужна динамика. И драйв. Это мотор Subaru Boxer. Контроль, маневренность. Еще бы. Постоянный полный привод. Что с проходимостью? X-Mode и Clearance 220. Ты видишь поворот? Да, фары поворачивают тоже. Красивый. Умный. Безопасный. С системой помощи водителю iSight. Меня он восхищает. Новый Subaru XV. Создан инженерами. Все, что ты должен знать об антифризах, это Кулстрим. Антифризы Кулстрим заправляются на конвейерах большинства автозаводов России. Потому что Кулстрим – это антифриз, который используют чемпионы. Антифризы Кулстрим – это семь побед на Дакаре. Кулстрим. Спрашивай в оранжевой канистре. Подробнее на сайте proantifriz.rf Ценности определяют выбор. Поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Продукцию, которая увеличит срок службы двигателя и обеспечит минимальный расход топлива. Liqui Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто всегда на шаг впереди. Liqui Moly – для тех, кто ценит самое лучшее. Вы упорно трудитесь, а мы награждаем вас айфоном. Телерадиоканал «Страна.ФМ» объявляет конкурс «Герой труда». Пришлите на сайт страна.фм фото или короткое видео, сделанное во время работы. Расскажите о своей профессии и о том, какую пользу вы приносите стране. Лучшие фотографии и видеоролики мы покажем в эфире, а победителю вручим айфон 8. «Страна должна знать своих героев». Подробности на сайте страна.фм «Страна.ФМ». Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 Прожитый день, старая сказка, в море огней покинет дом. Прожитый день, сорвана маска, по проводам струится сон. Лучше без слов, лучше глазами, я все пойму без лишних фраз. Лучше без слов, все между нами, только молчи, молчи. Падали, 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 пьяные от любви до зари, до зари, ласками, взглядами. Падали, 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 мы падали, падали. От любви прожитый день Радовал светом, баловал проливным дождем И разметал листья по ветру И согревал своим теплом Лучше без слов, лучше глазами Я все пойму без лишних фраз Лучше без слов, все между нами Только молчи, молчи Падали, падали пьяные от любви Дозари, дозари ласками, взглядами Мы падали, падали пьяные от любви Дозари, дозари ласками, взглядами Мы падали, падали Пьяные от любви Мы падали, падали Ласками, взглядами Мы падали, падали Пьяные от любви Мы падали, падали Масками, взглядами Мы падали, падали Пьяные от любви Мы падали, падали Падали, падали И мы падали, падали Падали, падали Мы падали, падали Пьяные от любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот с этим курьезным случаем для меня лыжи имели особенное такое место Я их очень, скажем так, побаивалась Да, ну вот в Норвегии буквально в прошлом году я оказалась в школе Да, между прочим, школа там не только для трехлетних детей, детей, подростков И для таких тетенек, как я Меня точно так же обучали гиды Стали на лыжи Стали на лыжи, катались со мной Показывали, как это нужно сделать Я научилась кататься И как долго потребовалось, сколько времени? Два дня О, ничего себе Это абсолютно не лукавлю, да Абсолютно два дня, даже с тем страхом, который у меня был уже, так скажем, немножко Здорово Заранее, да Он хорошо тренирует, значит Очень О, это тоже Главное, красивые скандинавские молодые люди Ого! Сейчас, значит, все жены, которых мужики рыболовы оставили дома Говорят, все, ты на рыбалку, а я к мужикам Итак, ну что, мы готовы подводить итоги Да, у нас была викторина Какой вопрос был, Лиз, в ней? Прочитай, пожалуйста Какой особенный стиль лыжной езды был придуман именно в Норвегии И у нас очень много было сообщений Очень много Мы решили даже выбрать три, а не одного победителя И выбрали Потому что у нас три пары варежек И я озвучу правильный ответ Это Телемарк Абсолютно верно Почему так называется? Потому что регион, в котором, собственно, изродился этот вид езды на лыжах Тип, он называется Телемарк Именно оттуда и было дано одноименное название Собственно, теперь этот вид называется Телемарк Ну, вот, кстати говоря, мы разыгрывали следующим образом Мы попросили прислать девятым правильный ответ Да, верно Девятый был правильный ответ И я расскажу, кто это Но барышня, которую зовут Ольга Как она потом уточнила полностью Ольга Николаевна Значит, молодая барышня, да Ольга из Москвы Она рассказала, каким образом вообще, в принципе, есть Ноги расположены одна за другой А не параллельно, как это принято То есть она прислала, во-первых, первый правильный ответ Во-вторых, объяснила, что это такое Ольга, Москва, последние цифры номера Варежки ваши Олю мы поздравляем Далее я хочу, значит, сказать, что девятой была барышня по имени Инга Она, к сожалению, не отвечает на мои позывные Номер телефона 6368 заканчивается Инга, вас мы тоже поздравляем И еще одной барышне мы торжественно вручаем варежке Зовут ее Наталья И она из Москвы Номер телефона заканчивается на цифры 7252 В общем, девчонки у нас забирают Счастливая обладательница варежки Я же говорю, чтобы не мерзли В общем, барышни с вами свяжутся И обязательно вам расскажут, каким образом эти варежки заполучить И обязательно скажут при выдаче варежек Езжайте в Норвегию На горнолыжный курорт, подготовленный Новый год впереди Ну и северное сияние, как мы поняли, уже вот-вот Можно наблюдать Урожай северного сияния Ой, какая красота, слушайте Аж сердце замирает у меня Как хочется в путешествия Спасибо вам огромное за такой интересный разговор Такой у нас был профессиональный сегодня гид в эфире Хоть и виртуальная экскурсия была Напомню, что гида нашего профессионального зовут Марина Зубко, руководитель проекта Совета по туризму Норвегии При посольстве Норвегии Спасибо вам большое, Марина Спасибо вам огромное Хорошего дня А девчонкам, которые победили, желаем отличного дня Абсолютно И, конечно же, путешествия в Норвегию Спасибо вам огромное Утро страны На телерадиоканале Страна.ФФ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok